Здравствуйте! Мы начинаем сегодня запись теории Морса. Сегодня первая лекция и НАТО здесь по видимо стартовать с того, чтобы сказать, что это вообще такое, что это за Морс, что это за теория. Это такая история о том, как связаны друг с другом у многообразия гладкая структура и топология. То есть когда у вас есть у многообразия, то одновременно это и топологическое пространство, потому что есть то, что называется подстилающая топологическая структура, и с другой стороны это гладкое многообразие, то есть есть гладкая структура, есть гладкие функции. Значит у нас есть гладкие функции и есть топология. И не очень очевидно на самом деле, почему по гладким функциям что-то можно сказать про топологию многообразия. И в этом курсе вот мы будем этим заняты, и думаю, что мы успеем узнать достаточно много. Вот. Значит, какая здесь есть литература? Литература здесь самая главная книга, это значит Милнард теория Морса. Это очень классическая книжка, очень важная, очень хорошо написанная, к которой мы будем постоянно обращаться. А есть такая более современная книжка. Значит, это книжка на английском, эта книга Николаевску. Книжка называется An Invitation to Morse Theory. Эта книга более современная, более продвинутая, и мы будем обращаться к ней тогда, когда нам будут нужны какие-то более продвинутые сюжеты. Хотя я уверяю вас, даже в Миллари теории Морса написаны очень сложные, очень значительные, очень содержательные вещи. Вот, по ходу дела нам придется здесь делать некоторое ответвление. Это связано с тем, что, на самом деле, как бы, когда я говорю здесь топология, нам нужен какой-то инструмент, чтобы с этой топологией работать, и этот инструмент, это алгебрическая топология. И, к сожалению, как бы ситуация здесь следующая, что обычно, как бы, те, кто знают многообразие, допустим, там, третьекурсники после мехматского курса дифференциальной диаметры, они знают только когмологии Дорама, а нам понадобится не когомология, а гомологии, и нам понадобятся какие-то инструменты для работы с ними. Поэтому у нас периодически будут какие-то такие лирические отступления, иногда объемные, в алгебрическую топологию. Те, кто это уже знают, они просто соответствующие куски смогут при просмотре лекции пропускать. Вот, это более-менее все, что по поводу организационной части. Давайте мы начнем с примера, очень такого известного и важного примера, который, с которого начинается книга Милнера. Давайте мы посмотрим на вот такую вот картинку. Значит, давайте я возьму здесь другой цвет для картинок. Вот, давайте мы рассмотрим такой вот тор, который как бы так вот, знаете, как вот можно монету поставить на ребро, а у нас такой вот тор, который стоит вертикально. И мы возьмем функцию высоты, то есть это вот F, которая Z. Если мы представляем, что это, значит, у нас в стандартном пространстве X, Y, Z. Вот, давайте мы будем смотреть на вот такие вот множества. Значит, такие множества. Смотрите, вот, если вот это вот у нас M, то у нас будут такие множества M, A. Значит, смотрите, это множество таких точек из M. Я здесь не очень последовательный, потому что я обозначаю через X одноуменную точку на M и координату здесь. Но я думаю, что вы понимаете, что здесь это координата, а здесь это точка. Но я постараюсь больше так не делать. Такие, значит, точки на M, что F от X меньше равно A. Вот. Это, знаете, вот, если бы я написал бы, что F от X равно A, это были бы такие линии уровня функции. А это как бы здесь нет, к сожалению, устоявшейся русской терминологии. Как бы, ну, если так переводить дословно с английского, это можно было бы назвать подуровневое многообразие. Подуровневое многообразие. Вот, значит, давайте мы посмотрим, как оно устроено. Да, значит, вот давайте мы возьмем сперва вот какую-нибудь... Давайте я продолжу это здесь вот сюда. Ну, вот у меня здесь вот какое-нибудь такое A1. Что мы тогда можем сказать? Можем сказать, что M1 это просто пустое множество. То есть, как бы, на вот этом уровне у нас ничего нет. Вот. Дальше, смотрите, вот как бы здесь вот есть такой вот уровень, который уровень M, вот, идем-то, A2. Вот, значит, M, A2. Это у меня просто точка. Смотрите, что-то изменилось, когда я прошел вот эту вот точку. Дальше, значит, вот когда у меня будет вот здесь вот A3. Ну, вот смотрите, вот все вот эти вот M3, M, A3, они устроены так. Вот это такая вот чашечка. Она там будет больше, меньше, но, как вы понимаете, интуитивно, топологически это точно то же самое. То есть, вот, вот, вот когда я, вот я движусь снизу вверх, когда я прошел точку A2, у меня что-то изменилось. От пустое множество я перешел к вот такой вот, значит, вот чашке. Как бы у меня чашка, она увеличивается, но это по-прежнему чашка. Пока я не дохожу до вот этого вот уровня. Здесь у меня A4. Смотрите, вот M, A4 у меня вообще не гладкое многообразие. Даже это какая-то такая особая штука. Да, смотрите, здесь есть вот такая точка, у которой нет окрестности гомеоморфной диску, поэтому это не двумерное многообразие, это какая-то такая особая вещь. Дальше, смотрите, дальше вот я начинаю ехать. Вот у меня здесь где-то вот находится A5, да? И вот у меня M, A5. Это у меня получается вот такая штука, которая у меня... Смотрите, вот это вот, это топологический у меня диск, а вот это у меня топологический цилиндр. Вот, значит, я прошел, когда вот через точку A4 у меня произошло и изменение. Да, вот между A2 и A4 у меня такие чашки, гомеоморфная диска, а когда вот я прошел A4, где у меня какая-то особая штука, у меня начинаются цилиндры. И эти цилиндры, они идут у меня до вот этого места. Вот у меня здесь вот есть уровень A6. Число A6, если смотреть на подуровневое многообразие для A6, оно будет особое такое, да? Это будет не многообразие, а какая-то такая, значит, особая штуковина. Какая-то такая особая вещь. Отлично. Дальше, если я буду двигаться дальше, например, на вот таком вот уровне, что у меня будет? A7. Ну, вот, значит, у меня M, A7. Это у меня будет вот что, смотрите. Это как бы топологический торс с отверхственниками, как мы говорим, с дыркой. Вот, значит, вот уровень, значит, вот между A6 и следующей точкой, значит, вот критической, которая здесь, у меня это будет торс с дыркой. Значит, вот у меня есть A8. Вот M, A8, у меня это тор. И дальше, значит, если у меня будет какой-нибудь A9, который у меня, значит, будет больше, это у меня ниже этого уровня, по-прежнему лежит тор. У меня уже ничего не изменится. То есть, смотрите-ка, у меня есть, с точки зрения топологии, такое достаточно ограниченное количество различных конфигураций. Значит, у меня вот, если я еду снизу вверх, у меня сперва долго-долго-долго пустое множество, потом я приплываю в уровень A2, у меня это точка, отлично. Дальше я еду, еду, еду. У меня это будут, значит, такие чаши, которые у меня гомеоморфные диски, потом вот на уровне A4 я прохожу через какое-то такое топологическое пространство, которое немногообразие, значит, здесь нет гладкости, да. Дальше, когда я прохожу A4, я вот еду вот вверх-вверх-вверх, на вот всем вот этом вот пространстве, на вот этом вот всем, значит, пространство здесь, между A4 и A6 у меня будет такая вот штука, которая у меня гомеоморф на цилиндру. Ну, дальше вот у меня A6, такая, значит, такой какой-то исключительный уровень, да. Значит, у меня там образовывается опять такое вот какое-то сложное топологическое пространство, да, которое не является многообразием. Дальше у меня между A6 и A8 у меня вот эти вот подуровневые многообразия. Это вот такой вот тор с отверстием сверху, то есть, как бы это отверстие, оно у меня меняется, оно становится меньше-меньше-меньше, когда я двигаюсь вверх. Но вот топологически это тоже самое, это тор с дыркой. А дальше я прохожу через A8, значит, у меня возникает тор, и дальше у меня это уже тор. То есть, давайте мы заметим, когда у нас происходят какие-то перемены, да. То есть, значит, важно отметить то, что, значит, изменения происходят в каких значениях? Вот, значит, A2, дальше A4, дальше A6 и под конец A8. Вот у меня те значения, в которых происходят какие-то перемены. То есть, когда я вот двигаюсь между ними, у меня геометрически это меняется, например, здесь, да, у меня эта чаша становится все больше-больше-больше-больше, но топологически это по-прежнему диску. Что здесь надо заметить? Надо заметить, что, смотрите, как бы A2 и A8 – это минимум и максимум. Вот эта точка – это у меня минимум F на M, а A8 – это у меня максимум F на M. Да, то есть, смотрите, как бы, значит, у меня какие-то перемены, они происходят в тех точках, где у меня минимум и максимум. А кто же такие A4 и A6 для вот этой вот функции F равно Z здесь? И на самом деле оказывается, что это критические точки. Вот, смотрите, как бы, вот вы когда изучаете математический анализ, это конец где-то там первого года, у вас есть теория экстремума, да. Значит, вы узнаете там, что у вас, значит, у функции от низких переменных, у нее, значит, может быть минимум, максимум, а еще у нее могут быть разные другие интересные вещи. То есть есть то, что называется критические точки. Это там, где у вас все производные обращаются в ноль. Вот, и среди этих критических точек есть максимум и минимум, а есть еще то, что называется, седловые точки. Так вот, оказывается, что вот эти вот A4 и A6, хотя это не минимум и не максимум, они вместе с A2 и A8 это тоже критические точки. Вот, мы сейчас подробно обсудим это. Вот, и вот, собственно говоря, эта картинка такая, вот то, что у нас происходит здесь, это такая очень-очень вдохновляющая для нас вещь, потому что она говорит нам, что на самом деле топология у гладкого многообразия, она каким-то образом связана с критическими точками у функций. Вот, и, собственно говоря, из всего этого и вырастает теория, Морса, вот, но мы хотим узнать как-то больше, чем то, что с топологией что-то происходит в тех точках, которые отвечают, значит, критическим точкам функции. А что именно происходит в критических точках, да? Значит, сейчас мы, опять-таки, на вот этом же примере мы увидим, что у нас происходит то, что называется приклейка клеток. Но для этого мне нужно сперва дать строгое определение того, о чем идет речь. Давайте мы сейчас сперва определим такую операцию, как приклейку клетки, но сперва нужно тогда обсудить, что такое клетка, да? Значит, давайте мы сейчас посмотрим на РН, самое обычное, значит, векторное пространство. Там, значит, есть, значит, евклидовое расстояние, да? Значит, корень из там x1 в квадрате плюс то далее плюс xn, значит, в квадрате. Там у нас есть диск, да? Давайте мы будем брать какого-то там стандартный диск радиуса 1 с центром в нуле. Значит, вот. То есть, это не диск, это шар. Это шар. Значит, шар у нас открытый. А мне дальше вот нужно, на самом деле, не столько шаров, сколько его, да, он n-мерный, да, сколько его замыкания, да? Значит, это у нас, значит, множество тех иксов, что расстояние до начала координат меньше равно 1. Смотрите, это у нас замкнутый шар. Это замыкание того шара, который здесь. Ну, смотрите, да, bn, он n-мерный, но мы его в топологии часто называем просто n-мерный диск. Ну, здесь, как бы, ситуация такая не очень последовательная, потому что в общей топологии это называют скорее замкнутый шар, в логибридской топологии скорее диск, но бывает и так, и сяк. Поэтому даже я могу там в одном месте декции это называть диском, а в другом месте замкнутым шаром, как бы, значит, не удивляйтесь. Значит, у него есть граница, это n- одномерная сфера. Значит, есть исключительный случай, когда у нас размерность 0. Значит, исключительный случай. Случай, это когда n равно 0. Тогда мы с вами договариваемся, что d0 это просто точка, а граница, которая как бы с минус 1, давайте так я это напишу в кавычках, это пустое множество. То есть, как бы, точка это нульмерный диск, но границы там нет. Тогда, значит, смотрите, давайте мы дадим такое вот определение, да. Значит, что такое приклейка n-мерной клетки, приклейка n-мерной клетки, значит, к топологическому пространству x. К топологическому пространству x. Ну, давайте дописать x, tau, x это множество, а tau это топология, значит, вдоль отображения f. Значит, что здесь происходит? Первое, да, значит, у нас есть отображение f, которое у нас из вот этой самой сферы в x. Вот. А дальше мы делаем следующее. Мы берем пространство x, берем его дизъюнктное объединение с вот этим самым, давайте я сферу буду использовать тоже такой двойной, чтобы она отличалась от просто буквы s. Мы берем объединение с вот этим самым диском, а дальше мы здесь берем фактор пространства с фактором топологии. А фактор топологии здесь, оно устроено так, что здесь вообще отождествляется, да? Смотрите, как бы я отождествляю точку x из x, она эквивалентна у меня точке какой-то, значит, там, точке p из вот этого самого диска, значит, тогда и только тогда, когда у меня f от p равно x. Смотрите, так как у меня отображение f только из граничной сферы, то понятно, что это может быть только если p у меня лежит на граничной сфере. Вот. То есть, как бы, это изображать нужно как-нибудь так, то есть, значит, вот если у меня есть, например, вот d2, то у меня, значит, просто, значит, вот действительно диск, да, вот, значит, у него эта самая сфера, у меня из этой сферы есть это положение f в топологической пространстве, ну, представим, что оно какое-нибудь вот такое, да? Значит, вот у меня здесь вот есть вот это, вот у меня, давайте это, значит, вот это, значит, у меня f от s1. Тогда как, значит, у меня устроено вот это вот пространство, которое у меня получится? Смотрите, значит, у меня вот точки этой окружности, они у меня отображаются вот в точке здесь, и как бы, значит, я их отождествляю, то есть, это у меня одна и та же точка, у меня получается вот такой вот результат. Результат, он будет как бы вот такой, да, значит, вот у меня есть вот эта штуковина, а дальше, смотрите, как бы вот у меня, давайте я нарисую здесь вот этот вот образ, и у меня здесь вот как бы вот это вот, у меня диск здесь, вот это, значит, у меня x, вот это у меня, значит, тут у меня диск, но они, значит, у меня склеены по вот этому отображению, да. Значит, я здесь хочу напомнить, да, значит, часто это обозначается вот так, вот это x и с индексом n dn, да, значит, у меня вот к f вдоль отображения x приклеена клетка dn. Вот, значит, мы дальше с вами поговорим про такой объект, как клеточное пространство, значит, но сейчас нам пока этого хватит, я хочу только напомнить про то, как устроена топология, да, то есть давайте мы вспомним, что такое фактор топологии. Значит, это значит, что у меня, значит, есть x, это у меня какое-то топологическое пространство, и там есть какое-то отношение эквивалентности, да, тогда смотрите-ка, вот у меня есть вот x и его естественное отображение в фактор множества, да, значит, вот x, значит, фактор по тильде, значит, это значит, у меня фактор множества, да, это просто множество классов эквивалентности. Эквивалентность, то есть вот этот у меня фактор множества, это равно просто множеству классов, эквивалентности относительно тильды. Отношение эквивалентности тильда. Вот это у меня, то что называется, естественная проекция, она у меня каждой точке сопоставляет ее класс эквивалентности. Тогда как мы определяем топологию, значит, очень-очень просто. Значит, у меня, значит, вот у внутри множества классов эквивалентности, значит, открыто. Или то же самое, мы на пределе точно так же замкнуто тогда и только тогда, когда его полный прообраз внутрь икс открыт. Вот, значит, вот когда у вас есть множество с отношениями эквивалентности, то вам очень просто построить фактор множества, да, это просто множество классов эквивалентности. Но если на икс есть топологическая структура, то есть икс это топологическое пространство, то на фактор множестве можно ввести фактор топологию, да, значит, вот она определяется вот таким вот образом, что у вас множество здесь открыто тогда и только тогда, когда его полный прообраз здесь открыт. Вот, значит, вот именно этот фактор топологии, она вводится на вот этом, на результате склейки, да, то есть у нас икс это изначально топологическое пространство, там есть топологическая структура, диск у нас живет в ВРН, это метрическое пространство, соответственно, это и топологическое пространство. То есть есть топология здесь, топология здесь, на дезюнктном объединении у вас топология дезюнктного объединения, да, и дальше, значит, вы вот берете вот такое вот отношение эквивалентности, оно устроено так, что, естественно, каждая точка эквивалентна себе, потому что, значит, это у вас всегда отношение рефлексивное, да, значит, но у вас еще вот есть такая вот, значит, штука, что у вас точка из х и точка из д, они эквивалентны тогда и только тогда, когда у вас отображение склейки, оно P отображает в X. Значит, вы там будете на этом факторе множества, факторе топологии представить себе это просто, вот интуитивно действительно взяли и аккуратно приклеили вдоль граничной сферы к ее образу. А теперь мы сделаем на следующем шаге следующую вещь. Мы поймем, что происходит при прохождении вот этих вот критических точек у функции высоты, на торе в терминах вот этих вот приклеек точек. Мы возвращаемся сейчас к тому примеру, который у нас был, чтобы посмотреть свежим взглядом. Вот смотрите, значит, вот я рисую снова наш вот этот тор, который как бы стоит вот как монета на ребре. Вот наша функция, F равно Z. Ну, ее традиционно часто называют функцией высоты, ну, потому что как бы вы находитесь в дифференном пространстве, у вас есть координата Z, которая как бы интуитивно нам кажется таким вертикальным направлением, значит, ну и вот, значит, действительно такая вот функция высоты. Вот, смотрите-ка, давайте мы посмотрим сейчас вот на то, что происходит при прохождении вот в этой точке. Значит, вот у нас есть, значит, вот эти самые четыре точки. Давайте я их теперь, как бы, назову теперь A, B, C, D. Я уже не вспомню сейчас, кто там A1, кто A2 и так далее. Вот, давайте посмотрим, что происходит при прохождении через B, потому что это поучительно. Вот у меня есть, значит, вот эта штука, которая у меня при параметре, значит, при значении между A и B, а вот у меня есть вот такая вот штука, которая у меня при значении между B и C. Ну, смотрите, как же у меня тогда, значит, мы от вот такой штуки, мы, значит, это мы, значит, переходим через B, мы получаем вот такую вот штуку. Вот. Смотрите, как бы, давайте я опишу это вот таким вот образом. Смотрите, я беру вот эту вот чашу мою, а дальше я делаю вот что, как бы, я беру здесь две точки. Я беру, значит, одномерный диск. Одномерный диск – это просто отрезок. Его граница – это нульмерная сфера. Это просто, значит, две вот эти точки. Я отображаю две эти точки вот в эти точки и приклеиваю просто, значит, вот этот вот отрезок, да, значит, вот плюс вот это. У меня получается вот что. Значит, смотрите, я тут не очень удачно нарисовал их друг под другом. Давайте их так чуть-чуть сдвину. Смотрите, у меня получится вот такая штучка, знаете, что-то типа такой, корзинки. Вы смотрите, в некотором смысле, который мы сейчас уточним, вот я могу вот эту штуку так вот продеформировать, да, и получить вот такую штуку. Давайте я напишу здесь вот такой вот знак. Мы сейчас объясним, в каком смысле можно воспринимать вот это и вот это, как одно и то же, но сейчас вот смотрите так вот интуитивно, да, значит, интуитивно это установлено так. Вот у меня этот цилиндр, да, а вот у меня тут вот такая вот чаша, да, и вот здесь вот эта вот ручка, это одномянная клетка. А я буду деформировать вот так. Я вот это все стягиваю на вот эту вот ручку этой самой вот корзинки и на основание этой корзинки. То есть я делаю вот так. И вот в смысле вот такой вот эквивалентности с помощью деформации у меня вот при переходе от этого к этому у меня приклеивается ручка. То есть у меня были вот такие чашки. Я приклеиваю такую ручку и я получаю вот вещь, которая у меня в смысле такой вот деформации, мы сейчас все это определим строго, а не эквивалентна у меня тому, что происходит здесь. А что у меня происходит при переходе отсюда, вот сюда, да, значит, здесь у меня, здесь у меня тут вот, у меня, значит, как мы видели, у меня тор с отверстием. Значит, у меня были тут вот такие вот брюки. Ну, не брюки, ладно, брюки, это себе здесь было бы отверстие, да. Значит, а я, значит, что я делаю, значит, мы переходим через С. Я получаю вот такую вот штуку. Смотрите, как бы, давайте я снова, снова замечу, что я могу это проинтерпроектировать в тремнах, так что я приклеиваю одномерную клетку. То есть, вот у меня есть вот эти самые штуки. Я, значит, здесь беру точку тут, точку здесь, и я беру, значит, опять одномерный диск, который у меня просто отрезок, а вот, значит, его граница, это две точки. Я, я-то обожаю эти точки вот сюда и вот сюда, да, значит, у меня получается тогда вот такая штуковина. Сейчас. Как говорится, рука трогнула. Сейчас перерисуем. Вот. А тут у меня вклеена вот такая вот штучка. Вот. Но тогда, смотрите, как бы, я могу опять-таки взять и продеформировать вот эту штуковину в эту штуку, хотя теперь это будет сделать сложнее. Ну, то есть, значит, это у меня... Мне нужно вот этот вот верх стягивать вот так вот на вот такую вот штуковину. Ну, значит, это нарисовать в такой картинке сложно, но можно, да. Теперь, значит, давайте посмотрим, что у нас происходит при, значит, при переходе через А. При переходе через А было пустое множество, а возникает у меня вот такая вот штучка, да. Но, смотрите, как бы это просто пустое множество, и к нему, к нему приклеивается, значит, нульмерный диск. Давайте мы с вами вспомним, что мы определили нульмерный диск как точку. У него границы нет, граница у него пустая, поэтому приклеивание нульмерного диска это просто дизъюнктное добавление точки. Пустое множество я дизъюнктно добавил точку, у меня получилась точка. Ну, точки, вот эта штука, они у меня, опять-таки, значит, в смысле такой вот деформации, которую мы сейчас определим строго, они у меня эквивалентные, потому что... Почему? Ну, потому что вот когда у меня есть вот эта чаша, это как бы такой диск, да, я могу его так вот стянуть на вот эту самую точку. Вот. Ну и переходим через D, когда... Значит, у меня была вот такая вот штука, торс-отверстие, а я делаю что? Значит, давайте я это нарисую теперь вот так вот. А я беру здесь вот диск D2, у него граничная сфера, вот у меня S1, и вот у меня отображение F, я приклеиваю просто его вот сюда, значит, и у меня получается тогда просто, значит, вот действует тор, где у меня тут вот... Здесь вот у меня линия... линия приклейки. Смотрите, вот каждый раз, когда мы проходим через вот такую вот эпикетическую точку, и у нас происходят, значит, изменения, изменения в топологии, вот это изменение, с точностью до какой-то, значит, такой вот деформации, значит, у нас происходит приклейка клетки. Приклейка, значит, клетки. И давайте мы посмотрим. Значит, здесь у меня приклеивается нульмерная клетка, здесь одномерная, здесь одномерная, а здесь двумерная. Значит, мы увидим, что это связано со свойствами соответствующих точек, как критических точек. Вот. Значит, чтобы двигаться дальше, нам теперь нужно дать уже более формальное определение того, значит, что такое у нас здесь, там эквивалентность с точки зрения до каких-то там деформаций, ну вот это то, что мы сделаем прямо сейчас. Значит, я сейчас хочу с вами поговорить про такие вещи, как гомотопическая эквивалентность, ретракты, деформационные ретракты и все такое прочее. Это пишут обычно в книжках по топологии или по алгебрической топологии, то есть, как бы я наверняка здесь посоветовал бы книгу Фоменко Фукса. Значит, Фоменко Фукс. А это называется, по-моему, курс гомотопической топологии. То есть, я думаю, что все то, что я скажу сейчас, его можно найти там, но на самом деле много книг по алгебрической топологии или по общей топологии, где все это будет. Я хочу напомнить такую вещь, значит, что если у меня есть Х и У, это у меня, значит, топологические пространства, и у меня есть два отображения из Х в У, давайте я, как это часто делают, буду писать их просто вот так, если у меня есть какой-то Ф0 и Ф1, тогда, значит, такое стандартное определение, определение, значит, Ф0 гомотопно Ф1, значит, мы это пишем как Ф0 тильда Ф1, значит, если существует непрерывное отображение, вот это отображение, я буду называть его аж большое от английского слова хомотопи или французского омотопи, значит, из Х прямое произведение на отрезок 0,1 в У, такое, что такое что, значит, что если если я беру H от, значит, вот тут у меня, значит, точка, давайте назначим P, да, P0, это у меня будет просто F0 от P, а H от P1, это будет у меня F1 от P, то есть, значит, если я смотрю на вот этот вот, на элемент здесь, давайте мы будем называть его T, да, то есть, у меня там H от P, или H от X, значит, ну вот это можно смотреть как на параметрах деформации, то есть, вот, когда у меня T меняется от 0 до 1, у меня F0 непрерывно, вот именно поэтому здесь у меня написано непрерывно, оно превращается в F1, значит, в дифференциальной топологии, соответственно, там часто рассматривают гомотопность гладкую, тогда требуют, значит, когда у вас F0 и F1 гладкие, гладкие отображения, тогда и гомотопию H требуют, чтобы она была гладким отображением, но у нас тут сейчас все отопологическое, поэтому, значит, непрерывное, вот, значит, вот у нас есть гомотопные отображения, вот, очень-очень хорошо, первый кирпичик, который нам нужен, да, теперь давайте вспомним следующее, вот, в математике обычно объекты исследуются не сами по себе, а с точностью до чего-то, да, например, вот, когда вы исследуете векторное пространство, то часто вы на них смотрите с точностью до изоморфизма, потому что, с точки зрения, значит, линейной алгебры, нет разницы между двумя изоморфными и векторными пространствами, или, например, в алгебре, когда вы исследуете группы, то группы часто тоже рассматриваются с точностью до изоморфизма, потому что, с точки зрения, как бы, того, что происходит с группами, различить две группы, которые изоморфны, невозможно, да, вот, точно так же и здесь, как вы знаете, уже часто мы в топологии рассматриваем топологические пространства с точностью до гомеоморфизма, да, давайте вот мы вспомним, что у нас такое гомеоморфизм, да, значит, мы там пишем, что x гомеоморфен y, да, значит, у нас, значит, два пространства гомеоморфны, если что, значит, если у нас есть два отображения, значит, одно из x в y, а другое из y в x, назовем их, например, f и g, и что у нас верно? Значит, верно то, что у нас f и g взаимно обратны друг к другу, то есть, g это обратное к f, а f это обратное к g. Давайте мы это запишем сейчас, да, то есть, значит, f, значит, а потом композиция с g, это у нас тождественное отображение пространства x, да, мы делаем f, а потом g, отображение из x в x, оно должно совпадать с тождественным отображением x, а наоборот, если мы делаем сперва g, а потом f, это отображение у в себя, это должно быть торжественное отображение у в себя вот это гомеоморфизм и мы в топологии и в общей топологии в алгебраической мы рассматриваем объекты с точностью до гомеоморфизма потому что с точки зрения топологии два гомеоморфных топологических пространства неотличимы но оказывается, что есть такой более и это естественно отношение к эквивалентности вы можете взять и доказать это отношение к эквивалентности на множестве всех топологических пространств а есть такое отношение эквивалентности, которое слабее это значит, что там класса эквивалентности больше то есть там те пространства, которые не гомеоморфны, они могут быть уже тем не менее эквивалентны с точки зрения вот этого нового отношения эквивалентности это называется гомотопическая эквивалентность значит, давайте мы это напишем гомотопическая эквивалентность значит, она записывается по-разному мы будем писать вот одну тильную то есть у нас гомеоморфизм это мы пишем вот так а если если x гомотопически эквивалентен y, то мы будем писать вот так просто один знак тильды в чем разница? разница в одной малости значит, у меня точно так же есть x и y значит, что значит, что x и y они гомотопически эквивалентны это значит, что у меня есть какое-то отображение f из x в y и отображение g из y в x такое, что у меня вот посмотрите вот сюда и посмотрите теперь вот сюда в чем разница если раньше я требовал чтобы у меня вот эти композиции были равны прождественным отображением то вот теперь я буду требовать чтобы они были всего лишь только гомотопически эквивалентны то есть гомотопны гомотопны здесь нужно быть правильно нужно правильно говорить с точки зрения терминологии отображения гомотопны а пространства топологические они гомотопически эквивалентны модель значит как бы ясно что если равно то это в том числе гомотопические в том числе гомотоп надо ну ну потому что как бы есть два отображения равны то то гомотоп это просто это дождественная вот такая штука по т то есть как бы h от x для любого то это у вас вот f0 или f1 потому что они равны поэтому значит у вас гомотопическая эквивалентность это такое отношение эквивалентности которые более грубые чем чем гомеоморфизм то есть если за топологическое пространство гомеоморфные они обязательно гомотопические эквивалентны а в обратную сторону это неверно ну какие тут можно посмотреть какие такие классические примеры у нас вот пример классический пример он такой следующий что у нас окружность гомотопический эквивалент на плоскости с выколотой точки значит давайте мы сделаем так что значит с 1 отображение это у нас будет просто вот стандартная стандартное отображение окружности в единичную окружность вот а вот как устроено обратное отображение данных как нам здесь вот отображение же она устроим его так вот у меня это единичная единичная круиз вот у меня здесь есть какая-нибудь . а я проведу луч из начала координат в эту самую точку п и вот вот это вот у меня будет же от то есть вот эти у меня значит каждая . она отображается у меня в точку на единичной окружности которого лежит на вот вот этом вот лучи это написать можно ну например так что я беру п как значит вектор и я просто делю на его длину вот то есть я если я тоже стоят точки точки с векторами дату я могу взять и написать вот вот такую вот штуку ну давайте посмотрим как бы если мы сделаем сперва f а потом уже значит для какой-то точки на окружности ну что значит это знать что мы точка на окружности мало мы ее просто реализуем как вот точку плоскости здесь а дальше мы просто ничего не будем делать то что ты вот этому этот отображение же точки окружности они у вас остаются на на своем месте это знать что же на f у вас это просто то есть это просто равно а в другую сторону дан視 сперва же а потом эф точка какая-то из плоскости без точки ну что значит я просто это отображу на окружность вот так но и на на станции на своем месте потому что ттф меня это просто ну как окружность просто лежит внутри внутри пространство то есть внутри плоскости поэтому что-то не будет вот такая вот штука смотрите это не равно п поэтому у меня значит эта композиция не равна торжественному отображению но давайте мы заметим что я могу про деформировать то есть смотрите как бы я могу вот сделать 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 гомотопию который у меня вот вот эту точку она у меня ее отправит вот сюда значит как мне это сделать можно сделать разные разными способами например вот так да значит аж от хочет и какой-то точка давайте будем писать там куда значит а дальше здесь я напишу значит такое вот отображение она будет делать у меня следующие вот давайте я напишу так писать здесь т на ку плюс 1 минус т сейчас решу что 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 мне будет мне будет мне будет будет аж от 0 это будет у меня просто куполе лить на один это будет просто q то есть не аж q 0 и тождественное отображение до аж q от единицы не будет q поделить на это будет мне . здесь вот то есть смотрите значит у меня вот вот эта штука это у меня гомотопия между тождественным отображением и вот вот этой штукой то есть у меня получается что вот эта композиция она у меня гомотоп на тождественное отображение без начала координат вот значит вот нас есть гомотопное отображение и есть есть гомотопические эквивалентности смотрите гомотопические эквивалентности могут быть очень хитрыми но здесь давайте мы заметим что наш пример он очень поучительно потому что у нас здесь такая достаточно специально гемотопическая эквивалентность потому что у нас вот вот это на самом деле это помножество вот вот этого и и на него это дело как-то так стягивается что мы в беду под словом стягивается потому что давайте мы мы посмотрим как вот это вот отображение устроена интуитивная 5 но устроено так что у вас то что здесь стягивается на окружность снаружи а то что внутри, оно стягивается на эту окружность изнутри. То есть у вас так вот это происходит. Эта гомотопия, она делает у вас вот этот вот процесс. На самом деле это такой важный частный вид гомотопической эквивалентности, про который мы сейчас поговорим. Это называется деформационная ретракция. Давайте сейчас мы сперва вспомним или узнаем, что такое ретракт. Наша ситуация следующая. У нас есть х, это какое-то топологическое пространство. И у нас есть а, это какое-то подмножество внутри х. Такая штука, значит определение, значит r, это у нас r из х в а. Ну, сейчас, здесь есть некоторая такая тонкость. Иногда говорят, что это отображение из х в а, а иногда это отображение из х в х такое, что его образ лежит в а. Может быть, это сейчас будет удобнее. Да, значит, r от х внутри а. Отображение из х в х. Но, так как весь образ лежит внутри а, то можно рассматривать его при желании и как это отображение из из х в а. Значит, ретракцией х на а. Значит, если r, ограниченное на а, равно торжественному отображению. То есть, смотрите, у вас х отображается весь на а, а, но при этом отображение у вас точки а остаются неподвижными. А называется ретрактом х. То есть, вот пример, который вот у нас был, да, значит, смотрите, у вас значит, 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 у нас S1 лежит внутри, значит, окружности без начала координаты. У нас было вот это вот самое отображение P в P поделить на его длину, да, которое у нас, значит, оно, значит, это у нас R, оно переводит вас плоскость без точки в плоскость без точки по-прежнему. Заметь, что выкнуть точку важно, потому что в нуле это отображение не определено, но точки, точки окружности радиуса 1, они остаются на своем месте, да, значит, поэтому, значит, у нас вот это, вот это у нас это ретракция, ой, ретракция, описка, ретракция, значит, это ретракция, а S1, это значит, у нас ретракт плоскости без начала координат, вот, но смотрите, как бы здесь нет никакой деформации вообще, да, как бы это просто про какое-то одно изолированное отображение, а нам, значит, было интересно, чтобы у нас при гомоотопической эквивалентности что-то там еще и деформировалось, все очень просто, определение, давайте мы скажем, что у нас отображение, значит, R из X в X такое, что образ у нас лежит в A, называется деформационной ретракцией, значит, если вот этот R, он гомоотопен торжественному отображению X, вот, а, ну, скажем так, если, ну, не совсем точно, да, надо требовать еще и чтобы это было все-таки ретракция, да, здесь, наверное, то есть, это отображение на A, то есть, смотрите, это такое отображение, которое ретракция, то есть, как бы, ограничение R на A, это отождественное отображение A, но нам нужно еще, и чтобы на всем X это отображение было гомоотопно отождественному отображению X, ну, вот тогда, значит, A называется значит деформационным ретрактом x вот ну значит тогда можно заметить такое вот незатейливое утверждение что если а деформационный ретракт x то а гомотопический эквивалент на x ну как бы доказательство здесь такое элементарное вот у вас а вот у вас x сюда у вас есть просто отображение вложения да а у вас и так уже значит находится внутри x это это подмножество вот а здесь у вас есть вот r который значит у вас деформационный ретракт тогда значит что если мы делаем и а а потом r то значит то это просто тождественное отображение а почему потому что r на а это тождественное отображение для ретракта и для деформационного ретракта а если мы делаем r а потом а ну как бы а у нас это подможество как бы x поэтому значит это всего того что r у нас гомотоп на тождественное отображение x это гомотоп на тождественное отображение x то есть вот смотрите есть много разных прекрасных гомотопических эквивалентных топологических пространств но на самом деле самые такие часто распространенные и интуитивно понятные примеры это деформационные ретракты это когда у значит вот подмножество внутри топологического пространства и вы значит на него можете стянуть да при этом у нас что у вас то есть вот это вот стягивание это вот вот это вот гомотопия значит у вас есть а его значит есть есть отображение такое что значит на вот этом самом а вы находитесь постоянно там ничего и все все у вас хорошо там есть только еще там если если очень хочется там можно выделить еще отдельно такой класс что при этой гомотопии . а у вас остаются на своем месте можно это требовать можно это не требовать но нам его так тоже тоже годится мы не будем входить в такие подробности значит ну в частности тогда вот это объясняет то что происходит у нас в нашем примере потому что смотрите вот например у нас была вот эта самая чаша мы приклеиваем к ней к ней клетку с другой стороны у нас есть вот этот вот цилиндр да да смотрите значит вот вот это значит вот чаша она внутри этого цилиндра она у нас лежит это подмножество вот тут у нас есть вот вот это самое привет приклеена однами одномерная клетка и значит у вас есть просто ретракция то есть вот вот это вот 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 это вот стягивание до которой у нас вот это самое отображение она просто устроена вот так что такое у вас отображение она у вас стягивает вот и значит все у вас что называется получится получится то есть смотрите как бы точно утверждение еще не совсем точно что когда мы проходим критическую точку у нас подклеивается клетка некоторой размерности откуда берется размер из клетки это мы еще обсудим вот а дальше когда у нас мы движемся дальше мы увеличиваем значение функции у нас будут вот эти под уровни выемного многообразия они будут гомотопические эквивалентные значит вот результату приклейки клетки теперь нам нужно обсудить такой вопрос как да мы не не доказали ничего мы пока только мы пока только как вы можете заметить готовим материал чтобы сформулировать утверждение точно то есть мы чтобы сформулировать главное утверждение теории морса мы должны сперва узнать язык на котором это главное утверждение формулируется вот нам нужно понять следующее как бы вот даже в нашем примере как вы видели я рисовал такую вот картинку на ночь вот у нас значит наш тор вот у нас значит есть эти критические точки вот есть значит а b c и d это значение в этих вот критических точках эти критические точки можно соответственно назвать там pqrs вот значит как мы видели в этом примере как бы здесь у нас подклеивается клетка размерности 0 здесь 1 здесь 1 здесь здесь 2 и чтобы нам понять почему это 0 1 1 2 нам нужно вернуться в анализ на многообразие то что называется а для этого нам нужно немножко вспомнить просто анализ значит вот в анализе когда вы изучаете экстремум функции от низких переменных да ну там чаще чаще всего это делается на примере функция двух переменных как вы знаете как как устроена жизнь значит вы у функции нескольких переменных сперва ищите критические точки значит они что иногда называются экстремальные точки значит дальше что делать а дальше вы чтобы найти кто из них максимум а кто из них минимум значит вы пишите матрицу из вторых производных тоже называется матрица веса и дальше вы смотрите как бы это матрица как бы положительно определенно или отрицательно определенно или может быть она там когда она диагонализируемо у нее там значит там один плюс один минус или может быть 2 2 плюс или может быть 2 2 минуса и и и так далее и поведение она зависит от того сколько у вас этих вот там плюсов или минусов тут тут то что называется индекс до индексу билейной формы симметрической оказывается что вот здесь и ситуация она устроена также модель у нас есть функция высоты у нее есть критические точки мы сейчас их определим строго вода не будет нас тут пкс в этих точках мы тоже хотя мы уже не в на многообразии мы можем определить матрицу гесса или гися на это значит это это бельмин и форма на арика с этом пространстве в этой бельмин и формы у нее она ана симметрическое у нее есть индекс и вырожденность индекс это значит Размерность подпространства, на котором она отрицательно определена, а выраженность – это размерность подпространства, на котором она равна нулю. И вот оказывается, что вот эти 0,1,1,2, вот эти числа, размерности клеток, которые будут у нас приклеиваться, это в точности у нас индексы соответствующих особых точек. Поэтому сейчас мы движемся в анализ на многообразиях все это дело определять. Давайте мы сейчас вспомним, как вообще мы в анализе определяем критические точки. Мы их определяем так, что если у нас есть функция из Rn в R, то мы говорим, что у нас точка P критическая, это значит эквивалентно тому, что у нас для любого номера координаты i у нас частная производная по x в точке P у нас 0. То есть точка является критической тогда и только тогда, когда все координаты в этой точке обращаются в 0. Это определение, оно прекрасное, но нам оно не очень нравится. По следующей причине оно зависит от координат, она многообразия, и все-таки нам хочется говорить в каких-то таких более геометрических терминах. Но смотрите, давайте мы вспомним, что у нас дифференциал F, он устроен у нас просто вот так вот. Поэтому если у нас вот это верно, то тогда у нас дифференциал обращается в 0. И наоборот, если дифференциал обращается в 0, это значит, что у вас каждая производная обращается в 0. А дифференциал это уже какая-то такая независимая от координат вещь, поэтому мы дадим следующее определение. Значит, точка P на многообразии M критическая для функции F, если дифференциал в точке P от F равен 0. Можно сделать из этого некоторое незамысловатое следствие, такое утверждение на сумму. Оно, следующая точка P критическая для F тогда и только тогда, когда для любого касательного вектора к M в точке P верно то, что производная F вдоль X равна 0. Ну, этот вектор в точке P, поэтому эта производная, она действительно считается в точке P. Ну, это элементарно следует из того, что DF, примененный к X, это у нас XF. Это просто как бы это... Можно считать, что это у вас определение дифференциала, да. Ну, или там это следует как бы из каких-то там стандартных теорем анализа на многообразиях. То есть, смотрите, если точка у вас критическая, тогда дифференциал у вас 0, тогда на любом X это будет 0. И наоборот, как бы, если у вас для любого X вот это верно, то тогда у вас DF это 0. Поэтому все. Значит, вот у нас возникают критические точки. Критические точки могут быть разные на самом деле, как бы, то есть, смотрите, они могут быть изолированы, а могут они быть там неизолированы и так далее. Ну, например, например, вы можете легко там сделать какие-нибудь функции там с использованием синуса, у которых там этиктические точки будут как-то накапливаться к чему-то там. Вот. А мы здесь хотим дальше сделать такое вот упражнение. Упражнение. А вот пусть M у вас, значит, в... Пусть у нас N-мерное N, да, это какая-то там гиперповерхность в Rn плюс 1, R1, а функция F от X это у нас просто N плюс 1 координата, то, что называется функция высоты. Тогда, значит, P критическое для F тогда и только тогда, когда касательное пространство к этому самому N горизонтально. то есть октагонально оси OX N плюс 1. Так вот, незатейливое упражнение, почему оно интересно нам? А потому что оно объясняет нам, что для... что у вас для вот этого самого Тора, почему эти точки вот ровно у вас критические, критические, а потому что у вас вот-вот здесь касательное пространство, оно горизонтальное, вот-вот здесь касательное пространство, оно горизонтальное, и вот в этих точках оно горизонтальное тоже. Вот, значит, а в других точках у вас касательное пространство не горизонтальное, Поэтому вот эти четыре точки на нашем торе из знаменитого Милнеровского примера, это в точности у нас критические точки в этом торе. То есть мы уже сейчас, если вы решите это упражнение, можем сказать, что да, те четыре точки, в которых что-то происходит с топологией, это ровно-таки четыре критических точки для функции высоты z. Я, в общем, оставляю вам это в качестве упражнения сейчас. Отлично. Теперь нам нужно, значит, не только что-то сказать про критические точки, но и про гисян. Значит, давайте я здесь... Ой. Неправильный цвет. Давайте я сейчас здесь сделаю вот что. Мы сейчас поговорим про гисян в критических точках, а про гисян вообще, ну, как-нибудь отдельно. Вот, значит, гисян... F в критической точке. Вот у нас есть... Точка P. Она критическая. Я возьму два каких-то вектора, касательных в этой точке. Вот. А теперь смотрите, как бы, вот если у вас есть вектор, то вы можете... Вектор в точке, то вы можете продлить его до... До векторного поля. Да, то и давайте мы скажем, что пусть у нас x с волной, y с волной. Ну, это векторные поля в некоторой окрестности P. Такие, что у нас x с волной в точке P это x, а y с волной в точке P это у нас y. Ну, на самом деле, это продление сделать ничего не стоит. Ну, например, так, давайте вы возьмете какие-нибудь локальные координаты x1 и xn. Тогда у вас вот эти векторы, например, x, он имеет там какие-то координаты, это какие-то числа. А вы возьмете просто вот векторное поле в этой самой координатной окрестности, которая имеет вид вот такой. Первые координаты вектора x на d по d x1 плюс та координата на d по d x2, то есть такое вот векторное поле, которое в этих координатах имеет постоянные координаты. Ну, и все, и будет вам счастье. Что я сделаю сейчас? Я сделаю вот что. Я возьму f, я применю к нему y с волной. Значит, у меня производная f вдоль векторного поля, это снова функция. Вот это вот у меня функция. А дальше я возьму от этой функции производную в точке p, потому что x у меня, он вообще только в точке p определен. Вот это вот у меня число. Вот. Вот давайте я скажу, что вот это у меня по определению, да, я напишу это вот так, это у меня и есть вот этот самый вот гисян, значит, в точке, значит, здесь сложно смотреть, это гисян функции, давайте функцию я буду писать здесь, и в точке p от x и y. Значит, что мы здесь можем сразу же заметить, а заметим следующее, значит, утверждение 1. У нас оказывается гисян от x и y равно гисян от y и x. Это, оказывается, такая симметрическая, симметрическая штука. Почему? Ну, потому что давайте мы из одного вычтем другое. А что это будет? А это будет вот что, смотрите, x от вот этого дела, минус y от вот этого дела. Ну, смотрите, это же на самом деле просто коммутатор векторных полей x и y, да, значит, и производная вдоль него f в точке p. Ну, смотрите, как бы у нас же точка p, она критическая, это вот очень важно. Давайте мы даже это здесь выделим красным цветом. Это важно, то, что мы это делаем в критической точке. Вот эти в критической точке производная вдоль любого вектора будет 0. Поэтому это будет 0. А тогда из этого тут же следует следующее утверждение, что вот этот самый гисян fp симметрическая, симметрическая билинейная форма на касательном пространстве. Почему? Потому что, смотрите, как бы вот из вот такого вот определения сразу же видно, что гисян линейен по x, потому что у вас производные функции по вектору, он, конечно же, линейен. Это очевидно из определения, но вы по этой еще можете увидеть и из явной формулы в координатах. Он симметричен, а в силу симметричности тогда то же самое верно и для y, потому что вот здесь вот видно, что по y это линейно тоже. Поэтому, значит, это симметрическая билинейная форма на касательном пространстве. Значит, давайте мы заметим, что у нас гисян, он определён сейчас для критических точек. Его можно определить и для произвольной точки, но тогда нужно, чтобы у вас была дополнительная структура. Вам нужна метрика, но для критической точки ничего не надо. И мы теперь дадим вот такое вот определение. Значит, я напоминаю, что вот когда у вас есть симметрическая билинейная форма, то у вас есть такие вот стандартные теоремы из линейной алгебры. Эти стандартные теоремы из линейной алгебры, они говорят следующее, что вы можете всегда выбрать такой базис, в данном случае базис в касательном пространстве, что у вас матрица будет устроена так. На диагонали стоят единицы, потом на диагонали стоят минус единицы, потом на диагонали стоят нули. Эта матрица только диагональная. Вот количество минус единиц, это называется индекс, это размерность того подпространства наибольшего, на котором ваша билинейная симметрическая форма отрицательно определена. А количество нулей, вот в этом самом виде, это называется вырожденность, или как-то там еще, иногда индекс это такое очень часто используемое слово, а вот вырожденность, степень вырожденности, это такая менее известная вещь, это максимальная размерность подпространства, ограничение на которого симметрической билинейной формы ноль. Так вот, что мы будем говорить. Значит, определение, значит, индекс значит, критической точки P критической точки P функции x, то есть функции f, функции f, это индекс, в скобочках я напишу размерность подпространства, на котором, значит, гисян f, отрицательно определен. Я бы даже сказал так, я бы даже сказал, что это максимальная размерность, максимальная, максимальная размерность подпространства, на котором есть а, так сказать, на подненном, значит, это индекс билинейной симметрической формы ах, яс, f, ах, яс, f, значит, вырожденность, значит, критической точки P функции f это вырожденность, то есть максимальная размерность подпространства, на котором гисян равен нулю, опять, значит, билинейной симметрической формы и с, f, p. Вот. Смотрите, вот оказывается, что вот у этих вот четырех точек, у них вот они не вырождены, то есть у них вырожденность 0, а вот индекс у них вот ровно размерность клетки, то есть вот давайте я здесь, здесь у нас, значит, индекс 0, у этих двух точек индекс 1, а вот этой точке, значит, индекс 2. Вот, значит, в чем заключается такой вот там главная теорема теории Морса. Главная теорема теории Морса, которую мы докажем, она говорит следующее, что давайте мы рассмотрим такую функцию, у которой все ее критические точки не вырождены, то есть у них вырожденность 0. Замечу, что мы докажем, что такие точки, они изолированные, они будут изолированы, если многообразие компактное, их поэтому будет конечное число. Тогда оказывается, что при прохождении, значит, через вот такую точку, у нас вот этот вот, у нас то, что происходит с подуровневым многообразием, с ним происходит следующее, с точностью догомотопической эквивалентности у нас происходит приклейка клетки, размерность которой равна индексу соответствующей критической точки. То есть мы сегодня определили более-менее те термины, те понятия, которые нам понадобятся для того, чтобы формулировать главное утверждение теории Морса. Что мы будем делать дальше на ближайших лекциях? Мы дальше будем двигаться к тому, чтобы доказывать эту теорему, смотреть на примеры. Это займет у нас какое-то время, вот, а мы будем, возможно, где-то там еще излагать дополнительные вещи из алгебрической топологии. А дальше мы будем смотреть, значит, на приложения и на различные далеко идущие обобщения. Эти обобщения будут у нас и бесконечно мерные, и на тот случай, когда функция у нас, у нее критические точки вырождены, но эта вырожденность, она хорошо устроена и все такое прочее. Это вот дает нам представление о том, что мы будем делать в этом курсе дальше. На этом на сегодня все. До свидания. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok